В обсуждении о расширении горного кластера в Сочи принял участие и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Глава региона заметил, что существующей инфраструктуры сейчас уже недостаточно. В прошедшем сезоне поток туристов на горнолыжных склонах Сочи увеличился в несколько раз. Зимой в Олимпийской столице отдохнули 800 тысяч туристов. В два раза больше, чем в прошлые годы. После зимних игр Сочи стал полноценным всесезонным курортом, одним из главных мест отдыха в России. В 2014 году Сочи посетило более 5 миллионов туристов. Если считать без Олимпиады, то около 4 миллионов. Гостиницы летом были заполнены на 100%. Ну и, конечно, это хороший результат. Помимо морского отдыха, теперь людей привлекают и горнолыжные трассы. Это одно из самых популярных мест теперь у любителей зимних видов спорта. Очевидно, что в нынешнем году, в начале года и на праздники горный кластер пережил настоящий бум. Очереди на подъемнике были огромные. Оказались переполнены гостиницы. И даже, к сожалению, те мощности, которые были созданы, не смогли принять всех желающих. Это означает только одно, что нужно их развивать. Что есть спрос, и этот спрос востребован. В планах строительство новых горнолыжных трасс и развитие дорожной инфраструктуры в самом ущелье. Но проект не должен нарушать экологические нормы, акцентировал внимание Дмитрий Медведев. Власть региона рассчитывают увеличить вместимость курортов в Красной Поляне. Уже подготовлено несколько проектов по расширению зон отдыха. Кроме этого, на Кубани совместно с Адыгеей готовы реализовать еще один горнолыжный проект. Курорт эконом-класса Лаганаки. Общая протяженность трасс может достигать 30 километров.